Информацию и источник, источник такой связанный с непотенциальности в этом смысле. Это была модель вязкой жидкости. Мы сегодня сосредотачиваемся на модели идеальной жидкости, не вязкой. Это вот эти члены, которые описывают нелинейную трансформацию завихренности. В трехмерном случае они ведут к очень важным результатам в теории турбулентности. Они приводят к тому, что вихревые образования в результате движения сжатия нежимаемой жидкости мы можем сжимать по двум направлениям, вытягивать по третьим. Или сжимать по одному направлению, а растягивать по двум направлениям. В общем, разные варианты возможны, но оказывается, как показывает анализ, вот эти члены приводят к тому, что завихренность усиливается, интенсифицируется в турбулентном потоке. В результате вот этих вот трехмерных, в основном растягивающих, интенсифицируется над завихренностью, над шнурами вихревыми. Это приводит к тому, что идет как бы каскад вихрей возникает, все меньше и меньше. И только потом они гасятся, на так называемых калмагородских масштабах, они гасятся вязкостью. И до сих пор в рамках теории идеальной жидкости не выяснено до трехмерного случая, не приводит ли вот эта вот бесконечная деформация правой части завихренности к разрывам, к катастрофе. В дифференциальных уравнениях, в решениях этих дифференциальных уравнений. Ну, то есть вопросы о решении в рамках идеальной жидкости, они до сих пор открыты остаются. Это сложная очень тема. У нас двумерная модель. Это приводит к тому, что правая часть вообще ноль. Вот эти члены объявляются. Почему? Ну, ДЖ равно нулю просто в силу дивергенции. Да, это же дивергенция равна нулю. У нас плотность ров-капсанта. Значит, это равно нулю. Почему это все равно? Потому что, если у нас двумерное движение, то омега направлено вот так. Плоскость идет движение, а омега направлено перпендикулярно. Но тензор ДЖ, если расписать его как трехмерную матрицу, он в последних строках и столбцах имеет нули. Потому что от Z вот этой координаты ничего не зависит. А поэтому это будет третий компонент. Вот эта вот, она будет умножаться на макре. И здесь мы имеем только вот это. Мы видим, что здесь таз-дюс-дюс-дюс-дюс-дюс-дюс. Это к чему ведет? К тому, что перенос, ведь это же производное субстанциональное, то есть производное вдоль траектории жидких элементов, жидких пистит. И оказывается, что завихренность этих жидких элементов переносится вдоль траектории, сохраняется, так же, как энтропия в этом случае. И вот это приводит к определенным интегралам сохранения. Рассмотрим. Распишем это. У нас только одна компонента. У нас только одна компонента. Распишем это. А. Перенеся конвективную часть производной полной направо и занятия вот в знак НАБЛы скорость. Почему это можно сделать? Потому что для нежимаемой жидкости НАБЛа и У коммутируют. Из-за дивергенции У равной нулю. Можно представлять. Вот такое уравнение мы имеем. Но это похоже на уравнение баланса. Дивергенции потокового члена. Первое, что мы сделаем, мы предположим, что у нас есть какие-то области в зависимости не нулевой, а на больших расстояниях она исчезает или вообще просто равна нулю вне какой-то границы или асинтетически достаточно быстро убывает. Так что наш интеграл, который мы хотим взять по всей плоскости вот этого уравнения, приведет к тому, что возникнет правая часть, дивергенция двумерная превратится в интеграл от потока по нормали, к контуру минус. Это по площади, это по границе. А, хобега, У, НТ, НТ, ГАМА. Но вне, на больших расстояниях, на больших ГАМАх, ГАМА – это граница нашего контура. Завихренность, как мы договорились, исчезает. Поэтому этот интеграл обращается в боль. Увеличение контура, то есть при интегрированном по всей плоскости, мы получаем боль. Это происходит в том, что первый интеграл сохранения – это просто полная завихренность, проинтегрированная по всей плоскости константа. Мы знаем, что интегрированная завихренность по площади – это вообще, говоря, то есть есть контур. Это циркуляция по этому контуру. То есть это как бы получается циркуляция суммарная на бесконечности. И по контуру взяты на бесконечности. вот что это означает, что мы получаем, что как бы есть грамма суммарная, да, это вот этот интеграл по бесконечной площади. Как это означает с бесконечности? Омега Д2Х. Это констант. Ну, реально, конечно, тут есть проблема, потому что, как мы увидим там, логарифмические законы для полей скорости, это происходит к тому, что на больших расстояниях скорость логарифмически становится большой, и энергия тоже логарифмически становится большой. Поэтому суммарная такая завихренность, суммарная циркуляция в принципе должна быть равна нулю, чтобы была конечная энергия. Ну, и еще поставим, то есть нуля. Это первый интеграл. Вот это вот гамма существования, значит, константы. Захарная, еще с первым интегралом. А второй интеграл будет такой. Мы умножим это уравнение на ХИТФ. Здесь заносится ХИТФ спокойно. А здесь ХИТФ заносится под набло, компенсируется и возникает тогда такой интеграл. Мы возьмем интеграл, это XИТФОМЕГАДФ, тоже по всей плоскости. И здесь возникнет интеграл, занесенный это будет по гигантинам, превратим в интеграл по кантурам, Омега, житое, N, житое, Q, здесь Q, здесь Омега, D, L. И еще один штанг, который получается из компенсации, заносим X, Y, Y, G, и на весне есть компенсирование, да, бинус, Q, у нас была G, X, Y, И, ну, это дельта, кранекера, сунгол, да, это превращает просто U, житое, U, итое, потому что это дельта и житое, значит, Q, итое, Омега. Какой вот играл возникает здесь, да, он минус, Q, площади, X, И, ну, вот, надо показать, что он равен нулю. Это, оказывается, делается через решение, через U, итое, выраженное через Омега. Давайте тогда поймем, как это делать. Если мы имеем двумерное движение, то скорость ротора к вектора на си. А это вот этот третий вектор. То самое представление через dPsi по dx, dPsi по dy, минус dPsi по dx. Вот такой вектор, то есть Psi. Ну, возьмем ротор, это будет омегатор, да? Ротор ротора, это градиент дивергенции, минус лоблася, действующий пункт Psi. Градиент дивергенции. Дивергенция действует на K. Но K направлено вот так, перпендикулярно. А дивергенция только по x и по y работает. По z нет. Поэтому этот 0. Чай. Придергенция минус. Минус лоблася. Уверен, это K действует на K. Уверен, это K метрентерно. Омега, верхняя омега, да? Есть K вот этого переносица, минус лоблася А, Psi. Итак, мы Psi удовлетворили уравнение разрывности. Мы помним, что это сразу автоматически дает удовлетворение уравнение разрывности. И мы получили, что омега выражается через C вот теперь. Опуская вот это K, мы видим, что минус лоблася А, Psi – это омега. В безграничном пространстве это уравнение Куассона. Лоблася А равняется минус омега. Оно имеет решение. C есть и единица на уровне P и интеграл. Фактически это используется в компонентальном решении уравнение Куассона в мертвом случае. Омега Х-4 в логарифме Х-Х-3 2-Х-3 Неплохо знаков. Минус, конечно, да. Минус, минус, минус. Минус, минус, минус. И что в результате? А в результате вот что. Значит, если мы теперь возьмем ротор, возьмем ротор, мы получим скорость. А ротор берется по вот этой X переменной, да, то выделить наверх и умножая на омега здесь, которая зависит от X, не от X, не от X, не от X, не от X. Ну, мы получим вот здесь двойной интеграл. Этот двойной интеграл будет содержать он обратится в ноль. Обратится в ноль к силу того, что когда мы берем ротор, возникает вот этот тендер тендер и так, который значит, вот я смотрю на этот интеграл убитая омега X, 9, 2, X он оказывается равен епсилам и ежелика один интеграл по ДХ-трик, второй интеграл по ДХ-трик от чего? От омега X омега X и от X и д от X ката X ката и мус ката и в штуку X и X минус X такая вот конструкция. Вот эта конструкция обращается в ноль к силу того, что симметричное производение, а вот здесь антисимметричное выражение, которое меняет знак при перестановке этих аргументов интегрировано. Здесь полное двойное интегрирование. Поэтому этот интеграл равен 0. И это приводит к тому, что интеграл вот этот констант. как это один закон сохранения. Он нас приводит к закону сохранения центра масс. Положение центра масс остается постоянным. Центра масс понимается мы получаем х и д ом и д констант констант мы выразим как х как гамма суммарная умноженная на х большое и д и х большое и д это вот центр вихревой системы центр масс вихревой системы который получается из этого соотношения. получается утверждение о том, что центр масс вихревой системы неподвижен во времени. И еще один интеграл мировогикально рассматривать не будем х и д ом и д двойной он приводит к тому, что такими же умножить на такой х квадрат и донести образовать получить интеграл, у которого здесь будет стоять х и квадрат здесь возьмется все обратно в лице силу потому, что он идет врачи постоянно ходит а вот здесь возник х х несколько выражений сейчас скажу самую верхнюю формулу самую верхнюю формулу вот там были где шкаф у вас определяется векция но здесь пропущен знаете этот вектор который k вот этот k вот здесь стоит k j3 когда будет i jk k jk k вот здесь пропустим да он есть так что же мы получаем а вот что мы получаем смотрите мы получаем вот это выражение да вот здесь когда рассматриваем вот этот интеграл но умноженное на x итер вот здесь и здесь и они сворачиваются и xk итер это симметричное произведение а здесь k итер антисимметричный это 0 а вот этот клад будет 0 в силу того что получается интеграл произведения и вот этих произведений он симметричен по x-рих и x он симметричен и дает симметричный t по k i а по k i здесь антисимметричный они сворачиваются и это дает 0 то то есть это проводит к тому что мы получаем константу здесь мы получаем константу и эта константа может быть физический смысл объяснена таким образом как d как d d здесь никакого отношения к тому что было раньше не имеет а это называется мы можем получить отсюда d как интеграл x и t минус x и t большое центром деленное на гамма суммарная и в квадрате и омега d x то есть интегрирование разности квадратов но отсчитанной разности вот центром масс приводит к тому что называется размер или дисперсия этого облака завихренности вот это вот величина константа она тоже сохраняется в рельм ну и и четвертый интеграл который я рассматриваю это интеграл энергии его напрямую можно доказать постоянство его доказать таким образом нужно умножить можно умножить уравнение эйлера умножить на у посмотреть квадрат скорости стоящий под на пол мульти умножить умножаем равнение эйлера на у заносим общая и где и здесь и тоже это это х и д большой тот самый центр массы да да здесь от него отсчитываются координаты интегрирования а вот если этот квадрат раскрыть разложить то мы получим на самом деле вот эти все интегралы которые мы с вами посчитали показали что они константы потому что получится вот х константа она выносится интеграл дает вот этот данный х понятно интеграл перекрестный большой он вот этот квадратичный интеграл вот этот все они сохраняются значит сохраняется и д дисперсия во времени а дисперсия это некий квадрат размера времени такой работы итак возвращаемся к энергии я умножаю уравнение элера на получаем у квадрат на правой части мне нужно сразу частную приводу частную приводу в правой части минус и и и сгородение замести и и и и и если сгородение давления то тоже можно замести и это будет член такого типа. Вот такие черты. Ну, мы видим, что это члены дивергентные, то есть правая часть дивергентная, и мы интегрируя теперь по всей площади, мы получаем энергию, движение, кинетическую энергию движения во всей плоскости. Дивергенция, интеграл дивергенции превратится в интеграл по контуру. Мы предполагаем, что все достаточно быстро задухает, поэтому правая часть дивергентная. И мы видим, что энергия сохраняется, потому что интеграл, которую мы можем назвать кинетической энергией, d под dt, вот этот интеграл укладывается, вон его d в 2x, это d, e, кинетическую энергию под dt, и это равно 0, ну, я просто так. Кинетическая энергия сохраняется. Ну, в общем, результат ожидаемый, как говорится, совершенно, да? У нас нет диссекативных процессов, поэтому интегрическая энергия должна быть. Вот это четвертый интеграл для непрерывного распределения завихренности. А теперь мы перейдем к системе точечных вихрей. Это такие объекты, в которых завихренность сосредоточена в точке, дельта-образная завихренность, так что всюду вокруг этого вихря вообще говоря потенциальное течение, там ротор равен нулю, и только ротор, завихренность, это ротор, да, в точке равна дельта-функции. И все определяется циркуляцией вокруг этого вихря, и это фактически интенсивность этого вихря, вот эта циркуляция. Интенсивность точечных вихря. Посмотрим, как это выглядит теперь с точки зрения дифференциальных наших уравнений. Мы имели уравнение для дифференциальных уравнений. И функции тока зависит. Это уравнение субплосона. Уравнение плосона с правой частью завихренностью, которая теперь записана как сумма дельта-функции. помните размерность гамма, это скорость умножить на элемент интегрирования, да, то есть сантиметр, ну метр квадратный делить на сантиметр. Помните размерность дельта, это обратный, дельта от вектора, это обратный метр в квадрате. Получается, как раз единица на секунду, он вернется у метра. Итак, это система точечных вихрей, n точечных вихрей, размерных с величиной интенсивности гамма-житая. координаты x-житая этих вихрей, и и как мы можем теперь поступать. Мы можем найти, используя в плоскости, да, во всей плоскости, мы можем использовать снова фундаментальное решение, вот этот логарифм, да, и написать просто решение этого уравнения плосона. Оно такое, и и и и dot и и и Но мы можем восстановить по Пси-функции комплексный потенциал. Я далее. Что я вам говорю, он получается 1. Мы помним, что И плюс И, Пси – это комплексный потенциал. Теперь оказывается минус. Есть минус? Нет, нет минуса. Единицы на 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. И эти переходы – это комплексная функция, комплексный потенциал скорости системы Vixi. Можно вычислить инфиницированную по Z комплексную сопряженную скорость, наводимую в точке Z от системы вихрей. И так как эта скорость наводится и на вихрях тоже, получается, что это какая-то самосогласованная система источников, вихревых источников, которые действуют друг на друга, движутся, взаимодействуют, живут таким образом. И возникает как бы ансамбль, вихревой ансамбль, который живет своей жизнью. И так как D константы, то они не разбегаются. Значит, они не разбегаются. И вопрос тогда возникает, а может быть, можно описать каким-то образом статистически? Оказывается, да, оказывается, они описываются гамильтоновой динамикой. Мы сейчас посмотрим, как выглядят уравнения, эти гамильтоновые уравнения для системы вихрей. Значит, скорость, которую мы запишем, у сопрированные, значит, и, а, нет, у сопрированные в точке Z. Пока еще в точке Z. Просто производная... И следовательно, это единица, но два, и сумма гамма, Z, Z, Z. Но теперь, когда мы хотим вычислить, как же вот на Итом вихре наводится скорость всеми остальными, кроме Итого этого вихра, подходя к этому Итому вихре, когда Z будет приближаться к этому вихре, мы здесь в одном чане обнаружим ноль в знаменателе. Это, конечно, катастрофа. Это недопустимо. Ну, и связывается, естественно, с идеализацией, с тем, что вот эта логарифмическая особенность в потенциалах, в функции тока, приводит к обратной зависимости от расстояния до центра вихря. И это надо как-то ликвидировать. Ну, вводят ядро вихря, в котором зависимость остается не дельтообразная уже, а постоянная. Но мы этим заниматься не будем, мы просто отбросим расходящийся член, вот так вот, нахально, да? И устремим Z к Z Итому. То есть выбросим здесь расходящийся член. И тогда мы получим пуль и дает. Примерная скорость Итого вихра. Как сумму И неравная И неравная И Кроме этого Гамма-жи И стоит. Вот эта формула, пожалуйста, ее зафиксируйте у себя. В памяти. Именно ее я и буду спрашивать на экзамене, потому что по ней вы будете определять скорости в разных вихревых системах. Там три вихря, два вихря. На самом деле материал этой лекции, он большой, слишком большой, и будет ограничено, ограничено вынесено в экзамен. Вот именно по части вихревых вот этих вот интегралов сохранения и вот эти вот точные вихри, и как находить их скорость. Это будет главное, что надо будет вам докладывать на экзамен. Хорошо. Если теперь перейти к энергии, к генетической энергии, то здесь опять возникает проблема. Как только мы начнем интегрировать по плоскости фиграл для энергии, мы опять ткнемся в логарифмическую особенность точки вихря. Каждая из вихря. Тут я опускаю детали, как это было сделано. Прочитаете книжки. Снова выделяются эти особенности. И здесь вычленяются и отбрасываются логарифмические расходящиеся особенности. Мы приговариваем при этом, что они в принципе, ну они бесконечные, они тоже константы, да? А что нам константы? Ну бесконечные константы. Ну ладно. Выбрасываем эти бесконечные константы. И оставшиеся члены, они описывают уже, они уже зависят от координат этих вихрей. И описывают ту часть полной энергии, полной кинетической энергии, которая, интересно, в розове, зависит только от координат вихрей. То есть она фактически как бы потенциаль. По смыслу, да? У нас ведь потенциальная энергия зависит от координат, И получается, что кроме потенциальной энергии вихревой системе ничего и нет, если выброшены вот эти вот бесконечные. И тогда останется в результате вот не позволили я на вывезу бесконечность плюс функцию H, которая называется гамильтониан, гамильтониан системы вихрей. Вот. И вот эта функция H, она такова. Минус урона 4P двойная сумма. Двойная сумма. Жи не равно и гамма хитая, гамма житая. и логарифм по модулю O от Z и T минус Z житая. И вот эта функция, так же, как и Е, она сохраняется во времени гамильтониан. Это можно показать разными способами, иначе в книге это сделано. Важно, что почему это для мистояло, почему уравнение движений гамильтоновые. Если аккуратно посмотреть возникающее здесь выражение, вот которое здесь возникло для арток, ну, получить тогда такое комплектное корни гамма хитая у хитая са переверненная равняется минус 2хитая Z от H. Смотрите, как интересно. Такого у меня немножко не привыкли. H вообще-то не комплексная функция. H вообще-то зависит от Z и Z сопряженного, потому что она действительная. Но если аккуратно все это рассмотреть, мы получим еще иное как аккуратно рассмотреть вот это дифференцирование, мы получим не только какую-то полную 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 подтверждение. Но что такое Q и это скорость и вихря. Или dx и по d и и d t d и d g и d здесь выступают как масса. То есть помните гамильтоновое уравнение, да? Здесь стоит импульс, инференцируем по координате потенциальную энергию и получаем гамильтоновое уравнение движения. Вот если разделить действительную минимумную часть, то получится буквально гамильтоновое эти уравнение. dh коды y минус dh коды x да, вот сами это проделайте и увидите, что мы имеем гамильтоновое уравнение, а слева следовательно, гамма и t значит здесь и t и t а здесь что? а здесь x и t с точкой y и t с точкой вверх. Вот они гамильтоновое уравнение. И это интересно, потому что получается система, статистическая система векой, которые вот друг друг друга крутых, не разбегаются и сохраняется энергия. И в то же время очень странная система. Здесь только потенциальная энергия. Там гамильтоньян. Энтической энергии вообще нет. И вот статмеханика таких вихревых систем, она строилась Чуанзагером, потом Фейнман делает эти вещи, потом другие шведы, там Грен и Пойкин. Там интересные результаты. Из-за того, что вот такая странная система, фазовое пространство ограничено, в этой системе возникает, ну, можно ввести температуру, можно ввести энтропию, температуру, статмеханики, как положено, да? Но, например, канонического распределения здесь как-то не удается ввести, ведь что такое каноническое распределение? Это система помещена в термостат. А здесь что такое термостат? Не понятно? Микроканоническое существует, микроканоническое основано на... Вы проходили статмеханику? А? Ну, вот так. Разливаюсь саларьем, как говорится. Ну, вот, значит, это будет. Микроканоническое распределение основано на том, что есть закон сохранения энергии. И, фактически, этот закон сохранения закладывается в функцию распределения в пространстве фазовом этой системы. Что такое фазовое пространство? Это вот координаты иксида, иксида, иксида. И мы еще будем об этом говорить в размерности этого фазового пространства. Но что интересно, из-за ограниченности фазового пространства вот такой возник результат. В этой статсистеме можно ввести энтропию, температуру, температура может быть отрицательной. Это вот результат ограниченности размеров этой системы. Отрицательная температура, такие вещи возникают, например, в накачиваемой системе лазерной какой-нибудь в двухуровнях. Они всегда как-то приводят к аномальным последствиям. И здесь это приводит к тому, что вихри, изначально разбросанные как плазма, плюс-минус, плюс-минус вихри, они со временем эволюционируя собираются, когда температура отрицательная. Собираются в кластере отрицательная и положительная. Так возникает кластеризация. Вот такие интересные результаты были получены при статистическом моделировании вихревых систем. Что еще? Реально такие вихри, точнее они так, весьма близко к вот этим странным вихрем в действительности, в реальности существуют вихри в жидком сверхтекучем гелии. Там такие вихри уже и даже в трехмерном состоянии они образуют целые такие клубки как вата. Они меняют теплообмен, звук, проходят по-разному через эти системы. Такими вещами занимаются, занимались у нас даже экспериментальным в нашем институте ЦОЙ и теоретически Немировский. У вас еще будет курс по поводу турбулентности и гердинамики гелия-2. Так вот, именно там реализуются такие вихревые системы, чем-то похожие на то, что мы сегодня изучаем. Но все равно полного соответствия нет. То есть, это, конечно, весьма такие абстрактные эти вихри, но, тем не менее, это то, что еще можно пощупать и, как говорится, получить результаты аналитические руками. Теперь еще о дополнительных интегралах сохранения, уже связанных с семей для этой системы вихрей. Будут такие интегралы, которые называются импульсы, момент импульса системы вихрей. Ну, на самом деле, они как-то связаны с физическими этими величинами импульсовыми моментами, импульсами, отличаются опять тем, что там некоторые слагаемые бесконечные могли быть обросаны, и вот результат получается такой. Я напишу результат, но вы можете сами посмотреть, как вы можете получать. Вы видите, что вообще говоря, комплексное выражение, понятно, в комплексной плоскости, это, по сути, два интеграла. Вот это называется импульсом, и эта величина сохраняется. Сохраняется она потому, что в безграничном пространстве есть трансляционная инвариантность у Гамильтониана. И Гамильтониан не изменится, если у всех координат вихрей сделать сдвиг на определенную координату в любом направлении, но на одинаковую координату, на одинаковое расстояние. Вот используя вот эту инвариантность в Гамильтониане системы вихрей в безграничном пространстве, можно вывести вот закон сохранения. Можно просто посмотреть на уравнение движения, как скорость определяется здесь замножить на гамма и т занести и посмотреть, что за получается, еще раз просуммировать, посмотреть, что получается в правой части. Вы получите ноль, вы получите доказательство сохранения этого интеграла, который называется импульсом. Момент связан с круговой симметрией. Вот эти два симметрия сохраняются. Второй связан с круговой симметрией гранлитониана. Поворот всей системы вихрей на угол, одновременно всех на один угол, ничего не меняет. Это приводит к тому, что оказывается вот такой возникает сохраняющийся интеграл, который мы называем условно моментом гнипульса вихревой системы. Вот дальше они сыграют эти два интеграла определенную роль. Сначала мы рассмотрим конкретные простые примеры. вихревая опара. Вихревая опара может быть одинаковых знаков или разных знаков. И вот от этого зависит траектория. Давайте рассмотрим например вихри. Вот это центр тяжести. Вот это гамма 1, здесь гамма 2, и пусть они будут оба положительные. Положительные это вот все. Как они будут крутиться? Сказывается таким кругом вы сами определите какие там радиусы на вот 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 такие получаются если вихри одного знака. Если вихри разного знака то они имеют центр тяжести вот здесь вот и в результате и движения по окружности но такие вот такие вот на одном вихри иметь скорости такие. Причем тот вихри сильнее здесь гамма 1 здесь гамма и лавка поближе к центру тяжести вот даже и здесь так будет траектория вихри одинакового и разного знака. Если вихри просто разного знака но разный тогда они движутся по прямой и движение по прямой оно остановлено потому что движение их определяет идет с определенной скоростью. С какой скоростью? Давайте посмотрим. Если полу расстояние вот это вот граница раздела здесь методом изображения плоскости можно построить эти здесь минус гамма здесь гамма вот тут они кружатся в таких направлениях оказывается тогда они бегут направо с определенной скоростью. С какой? скорость движения у это гамма пи аж и это следует изображение скорости для скорости они друг на друге наводят эти скорости гамма или пи аж гамма отметь отметь что два аж расстояния между пи и два и двумя трем расстояния вот они ведут поправок с этой скоростью а если теперь падут навстречу постоянной потоком постоянной скорости то они остановятся они остановятся а из бесконечности будет выходить поток разделяться вот здесь вот уходить сюда и мы видим что возникает нечто очень интересное такой лихривой диполь стоящий на месте тканью потоком со скоростью минус у вот этой вот вот эта точка оказывается есть корень из трех h можно точно установить корень из трех h точка критическая называется где обращается в ноль скорость вот в этой конфигурации ну вот размеры витами тоже рациональное направление получается а что интересно жидкость вокруг вот этих двух вихрей она остается все время одна и та же она циркулирует вокруг в разных направлениях места но практикально мы видим что это жидкость которая захвачена этой вихревой парой она все время одна и та же это называется атмосфера этой вихревой пары и поэтому можем сказать что вихревая пара двигаясь посреди переносит с собой прямо определенную часть жидкости массу атмосферу то интересно что такая вихревая пара аналогом пространства является вихревой потерь там тоже есть захваченная вихревым кольцом атмосфера которая переносится вместе с вихревым кольцом есть умельцы которые испускают эти вихревые кольца прямо из-за рта кольца курильщика но есть возможность изобразить эти кольца таким образом коробка большая типа из-под торта отверстия дым наполняется внутрь коробки бьют позади фишки и из-за отверстия вырывается и бежит по пространству хорошее красивое дымовое кольцо а это трехмерная вода со временем под действием неучтенных эффектов яскости оно распределяется и рассасывается потом распадается я опущу то что у нас в лекция сделана коробка рассмотрена такая интересная задача которая вписывает вихрь стоящий за уступом уступ обтекается отоком здесь вихрь выбирается такой интенсивности по схеме вихрь то мы от острой кромки отходила линия тока тогда на этой острой кромке не будет оттекание с бесконечностью это идея Жуковского по сути чтобы на острых кромках не произникали бесконечности необходимо чтобы от них отходили линия тока разделяющие и вот этот вихрь который здесь стоит он как нюбликса нужно найти его интенсивность нужно найти его кардинаты положения исходя из того что он неподвижен и в этой точке он дает вот три условия это достаточно чтобы получить две координаты и интенсивность этого решения хорошо а как когда мы накладываем полискорость вообще описать это движение на помощь приходит на помощь приходит ФКП и метод конформных отображений я не буду писать громоздкие формулы которые методом интеграла Шварца-Кристофеля получаются для функций отображающих вот эту область на внешнюю полуклоскость во внешнюю полуклоскость тогда стоит такой вид на углу двойточек и вот когда мы все это выполним оказывается координаты определяются я их не буду залогить а интенсивность вихря которая здесь стоит оказывается минус 3 минус 3 корня из 5 H это конечно скорость который происходит вот этот поток а H это высота уступа вот такую задачу можно решить и это интересно потому что в действительности происходит нечто похожее там возникает вихревая зона правда не точный вихр один а целая вихревая зона которая так вот кружится и благодаря вот тому что она кружится с острой кромки все время сходит линия тока разделяющаяся и мы имеем нечто похожее вот аналогично если рассмотреть пару вихрей из-за цилиндра которые обтекаются поток вот это пара вихрей возникает такая вихревая мешок опять возникает изображение этих вихрей в цилиндре и ну покажем там соотношение определенное на каком расстоянии в них возникает стационар нужно чтобы вот расстояние между по вертикали между вихрей и расстояние со своими изображениями были равны вот тогда они будут стационар но это задача стекля но стекля показал что смещение по вертикали этих двух вихрей приводит к тому что начинаются колебания этих вихрей и эти колебания не затухающие а разрастающие и все система разваливается почему потому что для системы двух вихрей вот этот интеграл который мы с вами писали он уже не действует и вот это то есть для системы двух вихрей есть только энергия фазовое пространство системы четырехмерное xy xy для каждого из вихрей четырехмерное в четырехмерном пространстве энергия это многообразие лист такой по которому движется изображающая точка системы если хватает интегралов которые расслаивают это многообразие ограничение движения по этому многообразию тогда на листе энергии возникает область движения меньшей размерности каждый из этих интегралов уменьшает размерность из размера с четыре получается размерность два если они оба работают и тогда полная интегрированность системы с этим мы встретимся когда рассмотрим задачи о вихрах внутри труда там да там работает энергия и работает момент ну и просто они работают но их этих двоих этих двух интегралов сохранять достаточно чтобы ограничить движение фазового пространства четырехмерного до двумерного многообразия и на двумерном многообразии всегда не хаотично и вы не получаете стахастических проекторий здесь когда нет этих интегралов в результате получается трехмерное многообразие четырехмерного фаза его недостаточно для того чтобы система была устойчива она разваливается и вот эти возмущения вот такие интересные и уже ближе относящиеся к реальным конфигурациям вихревых систем выводы были сделаны из этих гаммингтоновой динамики этих вихревых систем вот когда мы переходим к рассмотрению движения вихревой пары внутри окружности или внутри я выбрал такую вот область ливнестата называется ливнесток или внутри линии скаты то внутри окружности есть момент импульса дополнительный интеграл сохранения и там движение интегрируется точно можно оно двояко периодическое какие два периода есть есть периоды для двух вихрей относительное движение друг есть период просто вращения всей вихревой системы вот эти два периода естественным образом возникают в такой циркулярной симметричной системе когда мы рассмотрим пару вихрей в области которая возмущена и в которой уже не работает момент не сохраняется там возникает при некоторых начальных условиях вихрей возникает вот эти стахастические траектории это было показано в нашей одной статье которую я фактически кратко добавил здесь к этому параграфу нашей лекции вы почитаете это это естественно я требовать от вас не буду на динаме просто ознакомьтесь как выглядят методы исследования этих стахастических проекторий там очень интересный метод смотрите есть придумал еще планкаре метод сечения планкаре фазовое пространство четырехмерное да вот пара вихрей в лимниескате фазовое пространство четырехмерное мы проводим там гиперплоскость в этом четырехмерном пространстве например у нас у первое у второе для первого второго вихря х первое х второе четыре координаты мы говорим хорошо вот когда y второе равно нулю, вот тогда мы ставим точку. Когда второй пересекает y координату, равную нулю, мы ставим точку на плоскости. Координата, да? Но эта координата будет где-то внутри. И в результате мы получаем точки проколов этой гиперплоски. Плоскости, отображенных на нашу ливни-скату. Эти точки проколов ведут себя по-разному для разных начальных конфигураций системы. Есть такие конфигурации, когда они укладываются, точки проколов, на хорошее регулярное фиуле. Если долго смотреть за систему, хорошие выписываются контуры из этих точек. А есть такие начальные положения вихрей, когда никак не провести хорошую регулярную кривую по этим точкам проколов. Это признак того, что траектория стахастична. Если смотреть теперь на спектры, курьер-спектры этих координат y, то они оказываются для тех самых, которые укладываются на регулярные хорошие кривые, они линейчатые. Четкие частоты, на которых происходит колебание в этой вихревой стены. А для этих турбулентных, а стахастических траекторий спектры заполнены. Спектры заполнены, и выглядят они, вот тут есть образец, как выглядят, смотрите, как выглядят течения для чьих фрунталей. Для друга тут они хорошие, регулярные течения. А вот для регистрации есть области, которые рассыпаются в течении. структуры, которые не укладываются в течении. Это как раз построены были они в течении фонтаре, в результате численного счета линейчатой пары. А когда мы рассматриваем спектры курьер-спектры, то вот они курьер-спектры, то здесь вот сверху это стахастические траектории, где они сплошные. А вот эти вот линейчатые, в принципе, это для хороших проявлений, которые укладывают на регулярные. То есть, возможно, в эмиссионных системах существуют такие области, в которых фактически турбулентное движение, или я бы сказал стахастическое движение более правильно. Турбулентное движение. Стахастическое движение. Что значит стахастическое и регулярное? Регулярное вы можете указать, где будет система через определенное время. Вы можете предсказывать поведение системы, когда у вас есть вот эта линейчатическая. А стахастическое поведение, то вы задаете начальное условие, система в фазовом пространстве быстро, экспоненциально разбегается. И задали чуть-чуть другое начальное условие. Она разбегается по-другому. И вы не можете эффективно предсказывать поведение таких неустойчивых к фазовому пространству систем. Так вот, оказывается, система уравнений гидродинамики метеорологии, где вихревые образования идут сплошь и рядом, они есть в атмосфере. Это циклоны, антициклоны. И общая циркуляция в атмосфере. И все это описывается такими сложными уравнениями. Намного сложнее, чем наши эти, конечно, вихревые системы. Но там то же самое. Там неустойчивости в фазовом пространстве. Экспоненциальное разбегание вот этих траекторий в фазовом пространстве, которые вы задаете. Поэтому вы не можете рассчитывать на хороший прогноз на большие расстояния. Вот на неделю, в чем вероятность прогноза падает. Завтра хорошо выполняется прогноз на 80%. На три дня вперед уже на 60% выполняется. На неделю вперед уже на 30%. Вы можете завтра выдать новый график, новое предсказание, и там будет все по-другому. На это расстояние, на это время. Вот эта неустойчивость динамических систем, это оказывается абсолютно общее свойство динамических систем. Все они в основном такие вот, неустойчивые. И там было очень много интересных результатов. Это развивалось лет 30, 50, 40, 50 назад. Здесь очень серьезный вклад сделал Арнольд и Калмогоров, и Мозер. Существует такая КАМ-теорема. Как происходит разрушение вот этих инвариантных торок в фазном пространстве гамильтоновых систем. Как между ними возникают тонкие стахастические слои. Очень интересная, богатая теория КАМ-теоремы. Калмогоров Арнольд Мозер. И это гамильтоновая система. Видите, мы ограничились невязкой моделью. И какие сложности мы видим. А в действительности все намного сложнее, когда включается вязкость, начинается трехмерность этих вихревых систем, начинается их распад и перезамыкание, и усиление, и растягивание. Поэтому в этом проблема турбулентности и ее сложности и решения. В общем, движение вихря – это самое сложное в гидридинамике. И что вы должны вынести из нашей лекции, это вот то, что я вам указал. Простые формулы для скоростей точных вихрей, общие интегралы движения. Что в принципе можно получать стахастические траектории уже в этих гамильтоновых системах. Ну, наверное, это вот. Ну, нет.